Ещё в начале января внимание всего мира было сосредоточено на Китае, в особенности в эпицентре распространения коронавируса – в городе Ухань. На сегодняшний же день эпицентром развития вируса являются страны Европы и американские континенты. На данный момент ситуация с вирусом в Китае значительно отличается от других стран, отметил в интервью CBC посол Азербайджана в Пекине Акрам Зейналы. Страна находится на стадии завершения борьбы с пандемией и постепенно возвращается к прежней жизни. «Я хотел бы отметить, что сегодня Китай и китайцы совсем по-другому относятся к происходящей во всём мире ситуации, связанные с коронавирусом. В начале года некоторые страны выступали с обвинениями в адрес Пекина, не допускали приехавших из Китая на свою территорию. Сегодня же в Китае активно интересуются новостями относительно вируса и готовы оказывать поддержку, делиться опытом с другими государствами в такое непростое время». Говоря об отношениях между Азербайджаном и Китаем, дипломат отметил – они построены на прочной основе. Сотрудничество можно охарактеризовать как дружбу и тесное партнёрство. В апреле прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Китай в рамках большого международного форума «Пояс и путь». Это ещё больше укрепило двустороннее сотрудничество между странами, особенно в сфере экономики. «Серьёзный политический диалог, установившийся между главами двух государств, основан на взаимном доверии и уважении. Он создаёт условия выхода на новый уровень двусторонних отношений во всех сферах, в особенности в сфере экономической». В прошлом году Азербайджан успешно принял участие в международной выставке импортных товаров и услуг, прошедшей в Китае, где представил самый широкий спектр продукции. По итогам же визита в Поднебесную экспортной миссии были заключены соглашения на миллионы долларов. Одним словом отметил дипломат – для укрепления Азербайджана китайских деловых отношений была проделана большая работа. «Без сомнений, на развитии наших двусторонних торгово-экономических связей определённое влияние оказала пандемия коронавируса. Если сравнить товароборот за первый квартал текущего и прошлого года, то можно наблюдать спад более чем в три раза. Однако это объяснимо, поскольку сложившейся ситуации пострадала вся мировая экономика и были закрыты границы между странами». По словам посла, такое положение дел временно, а китайская экономика постепенно возвращается в прежнее русло. А после окончания пандемии ожидается возобновление темпов развития двусторонних отношений между странами.